друзья всем самого добрейшего утра извините за мой помятый вид я еще не умывался на часах у нас 4 13 по москве и находимся мы с вами ребятки как раз в сургуте у магазина лента где меня только что выгрузили и мы отправляемся в ноябрьск а пока мы туда отправляемся я расскажу немножко предысторию и заодно и полюбуемся красотами сургута потому что по местному времени уже получается 6 часов 15 минут и надо пока город спит город спит до город уже не спит потому что вижу я что пошло движение но она еще не не плотная так что мы сейчас выбираемся из города до ноябрь ска нам дали в отличие от сургута не 7 часов а целых 12 и поэтому поэтому ребятки сейчас надо добраться до какой-нибудь стояночки но в первую очередь выйти из сургута добраться до стояночки приз привести себя в порядок позавтракать и все и дальше уже вся дорога в нашем распоряжении как говорится да если не считать что там два часа поспал тут в два часа приехал до 3 поспал 3 30 меня запустили и 350 это я все считаю по москве и 350 меня уже раз грузили к пятке все хорошо большая половина работа выполнена теперь осталось нам осталось нам последняя точечка выбраться нам надо точнее выгрузиться нам надо в городе ноябрь ски до температурка на улице у нас 12 половиной градусов все обоза на лене едем в последнюю точку но последние не говорят едем в крайнюю точку вот здесь что-то новенькое выросло энергосфера наш рот перестроен что-то я раньше поверните налево а затем поверните направо так все начинаешь ты меня поверните налево а затем поверните направо на улицу 30 лет победы да я уже на 30 лет побег ай блин навигатор тормозит сюда с интернетом здесь проблемка ну ладно так вот получилось так что выехал я с сургута в двадцать один двадцать три по моему да насколько я помню по времени я еще сравнивал с местным по местам было двадцать три двадцать три через шесть метров круговое движение первый съезд внимание стационарного часа ограничение скорости в два часа я уже был здесь это значит получилось у меня меньше пяти часов а если быть точнее 4 часа где-то 40 минут ну вот так как-то вот такая дорожка кстати хорошая про что хотел сказать что очень очень хорошая дорога мне понравилось от сургат хантамансийска до сургута здесь у нас небольшое круговое думал я что какая-то стояла здесь нет здесь просто фонарный столбик стоит по центру и в беспорядке насажены деревья а надо бы что-нибудь здесь придумать подумайте что и это правило это правило шутки так что все получилось и теперь осталось набраться сил а чтобы набраться сил надо принять ванну выпить чашечку кофе я открыт в таком состоянии не могу к шефу ехать а я вот в таком состоянии могу ребятки надо немножко немножко правда это передохнуть хочется уже доставить груз последняя точка можно как говорится и пораньше привести чтобы сдать и отдыхать какой отдыхать нам надо будет ноябрь с ребятки где я еще не был там же 38 квадратных километров площадь а я прошел буквально каких-то два километра надо посмотреть что там изменилось я прошлый раз был там было холодно а а тоже наверное где-то в районе десяти градусов потому что еще дождь заморозил я помню что я в кортяжке там намерзся бежал машину давай отогреваться но сегодня я уже взял с собой теплые вещи нет валенки конечно не брал но шерстяные носки взял думаю нет надо в этот раз подойти подготовлю потому что лето в ноябрьске по моему уже закончилась но по крайней мере судя по интернету там 12 это максимум днем а ночью до 6 опускается но правда не смотрел свежие данные может уже может уже и потеплело выбираемся мы из сургута но я еще сюда вернусь обязательно я не везде здесь походил просто сейчас у меня ребятки крайне мало времени походить и сил то почти у меня тоже не осталось потому что все потрачено на дорогу а впереди еще 320 километров до сюда я приехал 307 от хантамансийска до сургута получилось до ноябрьска показывает 320 но это навигатору как верить он там где-то может и срезать может плутануть ну примерно где-то так здесь у нас вот торговые ряды торговый единый комплекс ну что народ поехал на работу смотрю я движение пошло и я тоже ребятки а давайте во втором ряду не будем в третьей забиваться я думал там направо будет отворотка нет встанем мы в среднем ряду и не будем мы шибко торопиться надо спокойненько культурненько выезжая из сургута посмотреть все его прелести да можно сказать всю ночку я сегодня шел под дождем лобовое стеклышко мне отмыло от комаров и пчел которые еще летают странно в 12 градусов но боковушки мне не сильно забросало ехать можно так наш светофорчик и давайте уже поедем одни автобусы одни автобусы взорванули да вчера я ехал точнее какой вчера сегодня утром ехал пытался разглядеть подсветочку на домах да там вот дальше микрорайончик где новые дома там с этим делом все нормально умеют в этом сургуте здесь украсить новые дома не мешал бы и старенькие тоже лампочки повесить но вот с Хантамансильска то я выезжал там не очень на новеньких так бледненько где-то чего-то поставили ну так чтобы прям глаза бросалось нет соборчик до которого я еще не доходил а рядом центр адаптивного спорта югры добро пожаловать хорошо да закрылся соборчик у нас зеленью так а здесь как бы это тоже административное здание название отсюда не увидел ну что зелененький не заставил нас долго ждать себя и это радует потому что честно говоря хочется выбраться поскорее из города пока не начались заторы пока не наступил час пик автоцентр корея авто и железнодорожный мостик а перед ним специальные балочки висят замеры высоты чтобы ты сначала если что брякнулся по балочке своей фурой и понял что дальше тебе соваться нельзя иначе ты сейчас треснешься об мост здесь какой-то у нас справа завод заброшенный наверное что-то не вижу я отсюда что это за завод да и впереди у нас как раз тот знаменитый мостик с арочкой перед которым мы сейчас как раз и повернем на ноябрьск да много ребят комментариев было в то что я тут круги нарезал когда ехал на ноябрьск да но я просто почему-то посчитал что думаю грузовиков я там не вижу скорее всего думаю там наверное грузовым нельзя поэтому мосту ездить оказывается можно спасибо оказывается можно грузовиком поэтому я немножко сплаковал но зато теперь все мели знаю где можно ездить где нельзя я имею ввиду по сургуту тут так справа что у нас тут что-то много-много легковых машин наставлено так уходим правый ряд ну а там автотранспортное какое-то предприятие что-ли что-то я видел автобус выходил я думаю что здесь у нас как раз должна отвороточка сейчас быть перед мостом через 300 метров съезд поверните направо на аэрофлотскую улицу да есть у нас есть у нас отвороточка на аэропорт нижний и нижний вартовска ребятки мостик мой сегодня подмозь я понял 29 километров спасибо мостик у нас остается слева сегодня мы утром под ним уже проезжали ну так освещение конечно на нем честно говоря нет ну наверное некуда там повесить хотя могли бы допустим под мостом как вот кантемансиски голубенькой краской мост снизу покрасили и просто белые лампы повесили а такое ощущение создается что цвет то голубой мост голубой светится прям от белых ламп и так вообще красиво было ну можете скоро и здесь так сделают так а здесь у нас как она торговая эта строительная компания северное сияние по моему что ли название если я помню а прямо у нас все идем на нижний ватт на нижний вартовск и повернем на ноябрьск едем ребятки едем да и пока мы едем в прошлый раз я когда заезжал не успел я разглядеть здесь особо ничего давайте сегодня посмотрим что здесь за три месяца почти изменилось торговый комплекс империя это так и был медвежий угол да ну в принципе аэрофлотская что она называется да по моему аэрофлот едем мы по аэрофлотской может я ошибаюсь конечно а там вдалеке впереди камера контроля вот надо было куда заехать там такой дом интересный стоит какой-то галочкой как скала в одну сторону наклонен и в другую а вижу я с ним рядом тоже с наклоном дом домик блин ну ладно если получится у меня обратно я туда заеду так а здесь на перекрестке по-моему да грузовикам налево не запрещено а раз не запрещено значит разрешено надо будет туда катнуться и посмотреть как-то интересно дома таки с косами сделаны здесь просто далековато невидимы да это будет у нас отворотка на улице крылова ну что друзья покидаем мы сургут в надежде что мы сюда еще вернемся и не раз а справа у нас магазины походу какие-то заброшенные домики-то стоят один только гирляндами украсили стеклянный весь а это автосалон скорее всего или я ошибаюсь ребятки местные подскажите про у нас гостиницы Левади гостиницы Левадью мы проехали так а впереди у нас сейчас будет впереди у нас по-моему круговой будет маршрут перестроен так да маршрутик перестроен и очень даже хорошо хоть временами ты мне подсказываешь правильно где он он как как он и Продолжение следует...